Бетоном залили припаркованный рядом со стройкой автомобиль невнимательные рабочие. Новый дом строится прямо во дворе дома существующего, а так как с парковками в Прёкском районе, как и везде, проблема, жители оставляют свои машины на дворовой дороге рядом со стройкой. И вот результат. Мне забрали всю машину. Ух ты ж! Класс! Пол-одиннадцатого дня мне позвонили со стройки и просто сказали, что ваша машина мешает. Подвиньтесь, пожалуйста. Я говорю, хорошо, я через 10 минут выйду, машину уберу. Я через 10 минут вышла и наблюдаю картину. Сзади стояла бетономешалка, и моя машина просто вот вся сверху облита бетоном. Что, сейчас не будем терять? А это что? Вышел прораб, сказал, ну мы вам сейчас машину отмоем. Я говорю, здорово. Когда они рабочий только смыли этот бетон, появились первые повреждения на машине. Было видно, на лобовом стекле там трещина появилась, сколов очень много. Вот такие вот сколы у нас практически по всему стеклу тут идут. Вот эта вот трещина. Вот рядом еще сколы. Да, вот сколы тут прям. Нет, вот ближе к вам. Вот, да, вот. Это все от бетона? Это все от бетона, да. Вмятины, да, прямо от камней. Приличная вмятина на крыше есть. Вот, смотрите, тут вот прям вмятина. Даже краска свезена. То есть вся крыша у нас вот в таких вот точечках. Вот здесь тоже прям вот две большие такие вмятины. Какие извинения? Мы еще отборный мат в свою сторону получили, когда супруг приехал. Со стороны кого? Со стороны вот застройщиков. Прораба? Ну, и прораб, там помощник был, охранник все выбежали. Они орали, вы должны были до 8 утра убрать машину. У нас в 8 часов начинается рабочая стройка, начинается. Я говорю, я никому ничего не должна. Я говорю, если вам мешает мой автомобиль, есть номер телефона. Я говорю, это общественное место. Я говорю, это дорога. И даже если что-то будете, ну, там, по судам, вот у вас объявление. Не вот про эти таблички, которые висят на заборе, но, как сказал юрист, они не несут юридической силы. Это тот забор, вдоль которого автомобилисты паркуют свои машины. Сейчас мало здесь народу стоит, потому что все на работе. Вечером после пяти здесь забито все. Если им мешал мой автомобиль, они могли заранее позвонить, потому что номер всегда есть на машине. 22 февраля на меня упала сверху, прям с самого верха доска. Она вот прям скользячкой по голове, прям вот рабочие. Мне просто сказали, девушка, иди, 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 говорит, отсюда. Порча имущества, это уже по факту наказуемо. Поэтому будем готовить дело в суд. Вместе с хозяйкой, залитой бетоном машиной, мы пытались получить комментарии у руководителей этой стройки. А подойдите, пожалуйста, вот только что мы видели, вы подходили, вы закрыли ворота. Подойдите к нам. Зачем вы, девушки, машину бетоном залили? А как так получилось, что рабочие вашей стройки сначала уронили на девушку доску, на голову ей, а потом залили машину бетоном? Я не знаю. Даже не принесли извинения за это. Я вообще переслушаю. Вчера машину бетоном мне залили. Я внутри работаю. Ну, внутри. И все, кто внутри работал, вчера все выбегали. И машину залили мне не снаружи, а изнутри. Вылили мне бетон на машину. Скажите, пожалуйста. Из-за вас меня не пускают. А как у вас организация называется, которая выполняет здесь работу? Вот же описано. Дирекция строительства? Наверное, я откуда знаю. Нет, вы от какой организации работаете? Как называется организация, в которой вы работаете? Ну, вообще наемные. Ну, понятно, что наемные. Я не знаю. Называется-то как? Знаю. На кого работаете вы? Я. Даже название не говорят. И вчера я пыталась с них это получить, хотя бы название организации, юридическое лицо. Ответа я так и не дождалась. Они вчера все так же спрятались и убежали. Здравствуйте. Мы бы хотели пообщаться с тем, что руководство дирекции по строительству. У нас вопрос по поводу жилого комплекса «Приокский». Так. Какие можно? Сейчас как-то. Мы никаких комментарий на камеру не даем. В жительности дома, который находится рядом с этой стройкой, сначала ей на голову с этой стройки упала доска, и никто даже не принес извинения. А потом ее машину облили бетоном. И опять же, вместо того, чтобы принести извинения, на нее накричали. Что за подрядчик там работает у вас? Письменный запрос мы, конечно, отправили, и нам письменно дирекция по строительству ответила. По их мнению, хозяйка была предупреждена о последствиях парковки рядом со стройкой, но их сама не учла. А строители, по мнению дирекции по строительству, все правила и технику безопасности соблюдают. Кроме того, дирекция по строительству призывает граждан соблюдать некие, я цитирую, правила парковки автомобилей вблизи проведения строительных работ. Мы в правилах дорожного движения таких правил, правда, не нашли. Хозяйка намерена судиться, дирекция по строительству намерена провести еще и более детальную проверку.